Так, насколько я разбираюсь в экономике, такие ситуации, когда страны, да, недавно это было с Аргентиной, сейчас в данный момент это происходит с Грецией, и Греция, кстати, договорилась со своими кредиторами, совершенно спокойно, и Украина, скорее всего, договаривается со своими кредиторами, причем речь идет о частных кредиторах в этой ситуации, это я точно знаю, вот. И тот самый долг России, который якобы не хочет отдавать Украина, это тоже, собственно, не совсем долг России, насколько я узнал недавно, то есть, когда ситуацию, в общем-то, начали пролонгировать, вернее, смотреть, да, то есть, как бы, и люди начали объяснять, экономисты, наши политики в том числе, оказалось, что эти деньги давали через какой-то банк западный, то есть, получается, что это, как бы, под гарантией России давал западный банк, поэтому, собственно, претензии банк может, как бы, предъявлять Украине. Поэтому весь вопрос в том, что, как бы, пролонгация, там, кредитов, да, или, там, договоренности с кредиторами о том, чтобы, там, как-то реструктизировать эти долги, там, и все такое, то есть, это вполне себе мировая практика, то есть, этим пользуются многие страны, у которых возникают сложности в экономике и финансах, да, то есть, я не вижу в этом ничего страшного, как бы, другое дело, что, там, видимо, Россия, судя по заявлению, наших, там, лидеров, она не собирается, в общем-то, как бы, Украине, там, продлевать этот договор, да, и, как бы, там, попросту говоря, да, то есть, этот долг немножко продлить, да, вот, поэтому здесь, я думаю, сложности будут, а вот, а учитывая то, что сейчас в судах европейских, там, и в стокгольмских, и в всевозможных судах, сейчас просто масса взаимных каких-то исков, у России к Украине, у Украины к России, в связи, там, и с крымской историей, и в связи, там, с Донбассом, в связи, там, с отъемом каких-то предприятий, в том числе и в России, и в Украине, то есть, я думаю, что, там, эти 3 миллиарда, они сейчас просто затеряются, потому что, там, такие суммы фигурируют, как бы, и, и потом, когда, у нас тут поднимается, такая буча из, там, 3 миллиардов, да, там, между Россией и Украиной, да, очень редко вспоминают о 50 миллиардах, которые Россия должна ЮХОСу, да, например, акционерам ЮХОСа, ну, вот, это другая сумма, и она, мне кажется, требует, и тоже Россия не собирается им отдавать, понимаете, вот, то есть, там 3 миллиарда, там 50, поэтому, кто кому не собирается отдавать, и кто, там, поэтому, там, негодяй, да, там, жадный негодяй, или, там, плохой, там, должник, да, вот, я думаю, что, тут вопрос очень, очень спорный, очень сложный, то есть, все нужно, мне кажется, обо всем можно договариваться, и тогда, все будет хорошо. Секундочку, я прошу, прям на полшашка, вот так, вот, не, наоборот, наоборот, вот, да, два последних вопроса, я понимаю, да, погода, все прям кратко, емко, лаконично, первый, Мизулина, законопроект об ограничении, да, практически о полном запрете абортов, да, сейчас протаскивается в Госдуме активно, скорее всего, будет принят, потому что очень многие за, но есть и те, кто против, да, и в обществе есть, и те, кто за, и те, кто против, запрет на аборты, вот, ваше отношение к этому, потому что тема, да, в обществе очень, ну, актуальная, да, и много споров вызывает.